Не потеряете клиентов? Не знаю. Наши клиенты как хотите, туда-таки не будут ходить. Почему? Потому что у нас можно сидеть за столиками. И я думаю, у нас к нам лучше находят те, кто в этих домах живут, люди. Судя по нашему неофициальному опросу, в так называемых наливайках, а в таких общепитах народ может употреблять и круглосуточно, их бизнес вряд ли потеряет клиентов, даже если магазины начнут работать до 23 часов. Кстати, по статистике, наш край – лидер по числу таких пивнух. Какой алкоголь там продают – большой вопрос, говорит уполномоченный по правам предпринимателей края Андрей Осипов. Он и стал инициатором нововведения о продлении продажи алкоголя в торговых сетях. Мы в первую очередь говорим о легализации продаж алкоголя. Потому что прийти в магазин, который подключен к ЕГАИС, который спокойно совершенно работает, все на полке, все запечатанное, это гораздо проще, чем идти куда-то и чего-то на свою голову искать. Я тоже уверен, что снизится определенное количество алкоголя, вот этого контрафактного цуррогатов, которыми люди травятся. Речь не только о городах. На селе ситуация еще сложнее. Инициативу Осипова многие бизнесмены поддержали. Вырастут доходы предпринимателей и их отчисления в бюджет. К тому же мы ничего не нарушаем, говорит уполномоченный. Просто приводим наш закон в соответствии с федеральным. Многие наши соседи по региону все 10 лет работали с 8 до 23 часов. Инициативу в целом мы поддерживаем, конечно, как производители. Раз время продажи увеличат на 2 часа, то, возможно, за эти 2 часа кто-то придет, чего-то еще купит, потратит деньги. Вот, как предприниматель, допустим, думает. Ну, до 11 сделают, но будем работать до 11. Мы как бы не против. Не думаю, что там окажет какую-то ситуацию на повышение криминальных каких-то там ситуаций. Медики считают иначе. Собственно, из-за печальной статистики по алкогольной зависимости, у нас в регионе и приняли в январе 13-го более жесткие временные рамки продажи спиртного, чем во многих соседних регионах. Будет обязательно увеличение на скорую помощь, увеличение на стационарное отделение травматологических, неврологических, нейротравматологических, кто работает по скорой помощи с лицами, так сказать, в состоянии алкогольного обвинения. Мы видим стабилизацию и снижение алкоголизма, если говорить по моей службе, алкоголизма алкогольных психозов. И за вот эти 13 лет, и за последние 3 года. Но она пока остается выше, чем в среднем по России. Плюсов, чтобы прогреть торговлю, мы не видим. Сказать о том, что будет при изменении времени резкий рост употребления, ну, это большой вопрос. Если мы сравниваем с нашими соседями, Кемеровская область, Республика Алтай, Красноярский край, Иркутская область, вот там 23 часа, Хакасия 23 часа, то статистически мы не видим большой разницы между их показателями и нашими. Где-то даже у них в чем-то и не хуже, скажем, нас, мягко говоря. По данным Андрея Осипова, многие депутаты изменения временных рамок продажи алкоголя поддерживают. Но тема еще вовсю обсуждается. Есть вероятность, что кто-то предложит продлить временной коридор не на 2 часа, а лишь на час. До 22. Не исключается, что запрет на продажу после 21 останется в силе. Бизнесом Моцмен говорит, что некоторые фракции проводили опросы и среди населения, и большая часть за продление времени. Мы провели свой небольшой опрос. Дети будут больше еще пить. Они и так пьют много. А еще больше будут. Будет что творится. Магазины могут и получить какую-то выгоду, но это будет незначительное. А вот население пострадает, особенно в домах, в которых продают этот алкоголь. Я считаю, что алкоголь – это яд. Зачем его лишний раз, так сказать, населению предлагать? В эти 2 часа. Ничего они не выигрывают. Население проиграет. Разницы, если честно, особо не будет. Это единственное, что принесет прибыль определенным магазинам дополнительно. По оценке представителя ритейла, в случае принятия законопроекта отрасль в крае может получить дополнительно до миллиарда рублей в год. Ну а я добавлю, что 25 января депутатам предстоит рассмотреть две инициативы в закон о торговле алкоголем. Кроме продления времени продажи, парламентарии рассмотрят и предложение о запрете торговли алкоголем в День Победы в Дни основания городов и населенных пунктов. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.